Электоральная кампания 2024 станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси. Главный герой на выборах – конечно, народ. Именно он решит, кого наделить полномочиями принимать важные для страны решения на ближайшие пять лет. Гражданам предстоит избрать депутатов всех уровней и сформировать состав Совета Республики. В палату представителей 110 человек, в местные советы свыше 12,5 тысяч. Незыблемый принцип – свобода волеизъявления. Беларусы сами решают, за кого голосовать. Показатели для меня, наверное, самое важное – это когда учтено развитие именно для наших детей, что в перспективе на ближайшее будущее нам пообещает каждый из участников. Очень удобно. Мы сейчас все сверхзанятые, кружки, маленькие дети, поэтому я считаю, что да, это позаботились о нашем времени свободном, о нашем государстве. Депутат должен быть уверенным, стойкий в своем решении, решать важные вопросы государства. Вообще должен быть добропорядочным гражданином. Важно участвовать в выборах, потому что это наше будущее, нашей страны, нашей дальнейшей жизни и процветание. Мы видим их на лицо, мы видим, как обновляются фасады зданий, как ремонтируются дороги, как строятся массивы, то мы понимаем, что в этом городе заботятся и власти обращают внимание, уделяют этому внимание. Это приятно. И, конечно, мы будем обращать в бюллетенях внимание на те фамилии, которые сегодня этим занимаются. Количество избирательных округов по сравнению с предыдущей парламентской кампанией не изменилось – 110. Избирателям раздадут разное число бюллетеней. Меньчане, например, получат только два, бобруйчане – три, жители деревень – по четыре. Это обусловлено тем, что сельчане будут выбирать депутатов поселкового, районного и областного советов, а также палаты представителей. В палату представителей, в Совет Республики, в местные советы депутатов должны прийти люди, которые живут проблемами своей страны. Это не просто прийти и нажимать на кнопочку и одеть значок на грудь, а это значит вместе с ними жить их проблемами, их радостями, бывать в коллективах, встречаться с людьми, проводить приемы. В общем, это огромная ответственность. ЦИК установил несколько форм бюллетеней, которые будут иметь ряд отличий в зависимости от уровня совета и количества кандидатов. На обратной стороне документа по выборам депутатов палаты представителей будет нанесен цветной фон – светло-зеленого оттенка. Избирательным правом наделят и тех, для кого синякое стало вторым домом. Впервые голосующим будут вручены подарочные издания Конституции. Я считаю, что это обязанность до каждого гражданина принять участие в выборах. Я рад, что наконец-то сам могу принять участие в голосовании. Я, конечно, со всей ответственностью буду подходить к голосованию, потому что понимаю, что от этого зависит будущее моего города и моей страны. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Участки в этот период будут работать с 12 до 19. Проголосовать на дому можно будет только в воскресенье, 25 числа. Всего будет образовано порядка 6 тысяч комиссий, а это около 70 тысяч человек. Законодательство также позволяет дополнительно включаться в списки для голосования тем гражданам, которые не зарегистрированы на территории участка для голосования, но проживают здесь в том случае, если у гражданина есть документ, подтверждающий его проживание на территории соответствующего участка. От результатов электоральной кампании во многом зависит дальнейшая судьба нашего государства. Кроме того, что депутаты решают проблемы на местах, в постоянном контакте с людьми не стоит забывать – народные избранники войдут в состав ВНС. И именно за ними будет последнее слово в вопросах национального масштаба.